Новая Гвинея сегодня остров контрастов. Саммит АТС проходит на очень колоритном фоне. Чтобы разместить делегации, к берегу подошли круизные лайнеры, а на суше рыбацкие поселения, в которых мало что менялось в течение столетий. О двух мирах. В репортаже Олега Шишкина он выслушал выступление Дмитрия Медведева и встретился с потомком знаменитого русского исследователя и путешественника. Я хотел бы, чтобы мы сохранили те отношения, которые когда-то наладил Миклуха Маклай. Именно благодаря ему сейчас помнят Россию здесь, именно благодаря ему нам сейчас открыты многие двери. Чтобы помнили, один из потомков и полный тезка легендарного путешественника Николай Миклуха Маклай с фотоаппаратом в руках отправился по следам знаменитого прапрадеда почти 150 лет спустя. По фотографиям кажется, что время на острове будто остановилось. Большая часть местного населения по-прежнему живет рыбацкими общинами. Дома стоят прямо на воде, на сваях. Рыбаки каждый день выходят в море. И для многих это единственная возможность прокормить семью. По данным ООН, почти половина населения этого островного государства за чертой бедности. По соседству с лачугами здания из стекла и бетона, построенные к саммиту. Саммит АТЭС – первое крупное международное мероприятие, которое принимает Папуа-Новая Гвинея. Так что всю инфраструктуру пришлось создавать практически с нуля. На берегу океана появился вот этот конгресс-холл, который здесь называют Домом АТЭС. Сейчас это, наверное, одно из самых охраняемых зданий в стране. Полицейское оцепление выставлено за несколько кварталов отсюда. С моря дом АТЭС охраняют несколько военных кораблей. Морской порт постоянно патрулирует катера под американскими флагами. Безопасность в гвинейской столице обеспечивают 4000 полицейских. На саммит приехали 15000 гостей. Из-за нехватки мест в отелях их разместили на нескольких круизных лайнерах, которые предоставила Австралия. Помощь пришла из Индонезии. Правительство этой страны подарило гвинейским чиновникам 160 деловых костюмов. Наша страна тоже не осталась в стороне. Помогла навигационным оборудованием для местного аэропорта. Накануне саммита здесь приземлились десятки лайнеров. АТЭС объединяет 20 государств. Плюс специальный административный район Китая – Гонконг. Кстати, это единственная международная организация, в которую вместе с Китаем входит и Тайвань. Несмотря на сложные отношения с официальным Пекином. О том, что политика не должна мешать экономике, говорил на саммите и российский премьер Дмитрий Медведев. В отдельных государствах нарастают протекционистские настроения, которые материализуются не в какие-то рассуждения теоретического свойства, а уже в конкретные решения, и которые могут привести, скажем прямо, которые уже привели к торговым войнам. Экономические санкции стали инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции. В совокупности, все это может создать довольно сложные, тяжелые последствия. Практически в унисон с российской стороной выступает и Китай. Выстраивание искусственных барьеров и разрыв экономических связей – путь в никуда, заявил Си Цзиньпин. Эта мысль сейчас звучит как никогда актуально. Торговая война между США и Китаем в самом разгаре. История доказала, что конфронтация, вне зависимости от того, холодная эта война, горячая или торговая, победителей в ней не будет. Не существует таких проблем, которые страны не смогли бы решить путем диалога и консультаций. Впрочем, китайский лидер вообще обошелся без упоминаний США. Был по-восточному сдержан, в отличие от главы американской делегации, вице-президента Майкла Пенса. Он с первых слов рянулся в бой. Обвинил власти Поднебесной и в нарушении прав на интеллектуальную собственность и в чрезмерных пошлинах на импорт. Примечательно, что в пленарном заседании форума Пенс уже не участвовал и в нарушении протокола не появился на церемонии совместного фотографирования. Не секрет, что сближение России и Китая вызывает беспокойство Вашингтона. Совместные инфраструктурные проекты наших стран призваны направить грузопотоки с востока на запад по оптимальному маршруту через регионы Дальнего Востока и Сибири. Мы приступили к масштабной модернизации железнодорожных магистралей, развиваем трансграничные нефти и газопроводы, к планах стыковка инфраструктурных проектов по линии Евразийского союза и обустройство Северного морского пути. В саммите АТЭС традиционно участвуют и представители российских деловых кругов, которые рассматривают форум прежде всего как площадку для бизнес-диалога. Экономика АТЭС это очень большая экономика, это 60% валового внутреннего продукта мирового, это половина торговли. Нам, конечно же, надо расширять эти возможности, потому что сегодня мы больше сфокусированы на Европу традиционно, но это очень быстро растущий, интересный регион и, я думаю, в силу политических соображений тоже было бы целесообразно, конечно, сегодня ускорить это развитие. По традиции первый рабочий день саммита завершается торжественным приемом, на который главы делегации приезжают в национальных одеждах стран и хозяйки форума. Журналисты отметили, что российский премьер и его гвенийский коллега были в рубашках одного цвета. Желтый, согласно местному поверью, приносит удачу. Олег Шишкин, Дмитрий Бедрев, Александр Напалков, Ольга Меркулова и Станислав Аплетин. Первый канал. Папуа. Новая Гвинея.